Специальным бортом МЧС России в Нур-Султан прибыла группа врачей. В нее вошли 32 человека. Медики намерены оказать помощь казахстанским коллегам в борьбе с коронавирусом. Об этом и не только. В нашем традиционном обзоре новостей из соцсетей. В сети одна из павлодарских пользователей Инстаграм объявила срочный сбор на закуп медицинских расходников баллонов для провизорных стационаров. Таким образом, она решила поддержать людей, которые оказались на больничных койках с пневмонией. Откликнулись сотни павлодарцев и акция буквально за считанные дни была закрыта. Пост неравнодушной жительницы не оставили без внимания в Управлении здравоохранения региона. Елена, большое спасибо за ваше желание помочь медицинским работникам в этот сложный период. Сегодня в стационарах нет проблем с лекарственным обеспечением, но действительно не всегда хватает технического оснащения для кислородных систем. В ведомстве отметили, что медицинские работники и без того работающие в авральном режиме не должны нести финансовую нагрузку. Поэтому взяли вопрос на особый контроль. Спецборд с российскими врачами приземлился в Нур-Султане. Вместе с казахстанскими коллегами будут бороться с коронавирусом. Договоренность о взаимопомощи была подписана между премьер-министром Республики Казахстан и председателем правительства России. В МИД нашей страны выразили благодарность за поддержку. Рады и пользователи сети. Браво! Добро пожаловать в Казахстан! Наконец! Давно надо было это сделать. Сейчас, может, пойдет на убыль. Один из подписчиков официального инстаграм-аккаунта телекомпании «Ирбис» стал очевидцем ДТП. На пересечении улиц Аман-Гильды проспект Назарбаева был сбит с велосипедист. Это кадры с места столкновения. Несчастный случай прокомментировали полицейские. 23-летний водитель на автомашине марки «Лада» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на велосипедистку, 11-летнюю несовершеннолетнюю. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в больницу. Факт зарегистрирован, проводится проверка. В октаву морской тюлень сам подплыл к людям. Сначала отдыхающие были в восторге, но через некоторое время начали закидывать животное камнями. Пользователи сети возбутились. Очередное доказательство дикости нашего населения. Стыдно мне. Кто из них животное?